Дорогие друзья! В Голландии из нон-фикшена в гостях Герман Кох, роман популярного голландского писателя и журналиста Германа Коха в 2009 году удостоверился Нидерланда к читательской премии. С тех пор он был переведен на два с лишним десятка языков и принес автору мировую известность. И вот сегодня у нас в гостях Герман Кох. Пожалуйста, поприветствуем его! Вы в первый раз в России. Как ваше впечатление? Ну, да, это первый раз в Москве и первый раз в России. Так, да, я имею в виду очень хорошую впечатление. Я только здесь три дня. И я думаю, это одна из самых больших городов. Я живу из Амстердама, который сравнивает с Москвой. Да, спасибо за вопрос. Это первый мой раз в России, в Москве, и я приехала из Амстердама. Мне очень нравится Москва, и это огромный город. Нам начинается Амстердам. Скажите, пожалуйста, как вас здесь принимают? Ну, в общем, это очень хорошая. Ну, в общем, это очень хорошая, потому что я понимаю, что там уже много читателей. Там ужеordsо зум Может, это то, что рассказали? По-�gression, конечно. У меня хорошо принимают, и у меня такое впечатление, что вообще у меня уже не довольно большая количество authors. Расскажите, пожалуйста, когда вы начали писать, первая ли ваша эта книга, ну и, конечно, о книге, пожалуйста, тоже расскажите нам. Я знал, когда я была в школе, около 17 или 18 лет, я подумал, что если я читал много, то, что я должен быть писателем, потому что я очень любил это, и я начинал, но это мне еще 10 лет, после того, что первая книга была создана. И тогда она пошла от этого до того, что я не могу больше остановиться. Ну да, еще когда я был в школе, мне было 17, 18, 12, я подумала о том, что может быть, я стану писателем, я как-то немного читаю и все, но с тех пор и до момента, когда я действительно участвовала в школе в школе в школе в школе в школе, прошло более 10 лет, но зато уже после этого я не могла остановиться, и это, как бы, все дела бы набирало обороты. Мне было за 30, когда вышла моя первая книга, и, в общем, с тех пор я попробовала туда во многих дальних специальностях, я работала на тренинге и во многих других местах, но все-таки писательское дело остается для меня главным, и это, как выглубь меня вперед. А скажите, пожалуйста, герои реальные люди, где вы находите эти ситуации? Это то, что произошло с вами, или это просто чисто выдумая история? Спасибо. Спасибо. К своему благослову, которые я участвовал здесь, «Диннер и зомер вещь», все реальная пикция. Только в «Динар» что-то вшел. Штаты, старые два мужа, область, обілабливают problema, которую они tienes и дети, и у их детей осадment конь FIN's FUN. Этот, окей their Karma FUN, и эти ми朋友 составляем попрямо войсочек. в частности calorie-год из Барселоны во время другое. Ну, вот эти последние две моих книги, «Ужин» и, я не знаю, «Габриот», да, «Ужин» и «Дональд». Эти обе истории абсолютно вымышленные, хотя вот та ситуация, которую «Ужин» обсуждают родители, да, то, что два из чадов совершили преступление, это история реальная, я сделаю, собственно, из новостей, дело было в Барселоне. И также, я должен сказать, это два книги, первые персонажи, мне и я, и в начале они выглядят немного как мне, в начале они выглядят автобиографические, но в конце концов они идут в свою собственную сторону, они более экстремные explorations о моем характере, и иногда люди скажут, «А, это действительно очень плохое персонаж», и обе эти книги, у них есть такая общая черта, что они написаны от первого лица, поэтому, да, может быть, в начале они немного-немного автобиографические, и многое как-то начинается от своего лица, но потом мои истории живут в своей собственной жизни, и, в общем-то, я не боюсь уходить от разницы, чем все, кстати, мои герои. Когда иногда мне говорят, что вот тот или иной герой довольно неприятный, я лично, конечно, не тот, что я оскорблю, и многое обидим. Скажите, пожалуйста, для тех, кто первый раз знакомится с вашим творчеством, для тех, кто не знает, в каком все-таки жанре написаны книги, это страшные истории, любовные истории, что там больше? Но в основном, если вы читаете книги, в общем, это очень важный, но я думаю, что это более структур, где где-то очень важный исторический, что если вы любите его, или нет, или у вас есть 분명ная личность, то есть в том, что вы можете смотреть на страницу, и вы идите на странице, потому что многие говорят мне о двух видео, что когда они начинают перенести к 11.00, Ну, во многих, многие мои истории частично могут быть как-то конституционно, как-то черный юмор, и иногда я пишу, конечно, что это любовные истории, хотя это не право в настоящей технике. Но, пожалуй, главная черта моей книги, что сюжет и история завязаны на каком-то сильном ярком характере главного дела, и люди часто говорят мне, что даже не открывают книгу на ночь, 12 часов ночи, они уже не могут ее закрыть, и пытаются снимать это конституционно. Спасибо огромное, дорогие друзья, можно задать вопросы, поднимайте, пожалуйста, руки, если кто-то возникнет вопрос, то как раз самое время задать. Скажите, пожалуйста, как долго вы работаете над книгой, кто вам помогает, допускаете ли вы кого-нибудь в участие в работе над книгой? Кто у вас первый читатель? Кто у вас первый читатель? Кто у вас первый читатель? Многое читатель. Кто у вас первый читатель? Это моя жена, но она читает это в шапках или в стаумах, и иногда в большом. Я бы хотела, чтобы мой сын, у меня 90-летнего сына, чтобы он читал, чтобы я не знал его мнение. Но он не читал, он у него есть площадь. Но он не интересует, потому что у него есть плейстейн. Но это немного неправильно сказать о него, потому что он очень интересен, он интеллигент, он любит музыку, он не читает книги, но он видит много фильмов, поэтому он всегда интересен, когда я ему скажу что-то, о том, что я пишу. И иногда мы выходим, когда мы едем в ресторан или что-то, и я говорю ему, «Что ты думаешь?» Он очень интересен и мне очень помогает. Просто, может быть, потому что он был университет, и не читает. Мы очень часто с ним идем и уминаем где-нибудь. Я спускаю мою книгу, я спрашиваю его, как-то думал, что должен я поступить тут или там, и он очень не дает интересный ответ, и он со мной здесь разъясняет, но там и с ним не остается. Он может критиковать. Притиковать. 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 Спасибо огромное. Может быть, вопросы какие-нибудь мы зададим нашему замечательному гостю. Не стесняйтесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что не можете остановиться, не можете не писать. А что читает Герман Кох? У вас есть время для этого? Скажите, пожалуйста, не знакомы вы с русской литературой? Ну да, действительно, я вполне знаком с русской литературой. Я читал ее просто потому, что мне нравилось. В основном, это, конечно, была не современная литература. Это, в 19-м или веку и т. д. И я читала ее в свободное время, надо заметить, потому что в подскольной программе мы проходили, конечно, много голландских и английских, но русских там не было. Спасибо огромное. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы когда пишете книгу, для кого? Вы представляете своего читателя? Для кого? Как вы считаете? Кто ваш? Это трудно сказать. Я никогда не измениваю настоящего читателя, но эти люди, которые говорят, что они не могут говорить. Они очень разные, потому что персонажи в книге любят или не любят, это тоже очень разные. Поэтому я всегда интересен. Я думаю, как новелка, это был мой цель, чтобы создать новелку, где все могут представить что-то. Но симпатии очень разные от человека к человеку. Ну, я действительно не знаю, какие люди мне могут читать, но, наверное, мой лучший читатель, это как раз следует, чтобы я упомянула, что они не могут остановиться и продолжают читать, пока не дочитают книгу. Конечно, симпатии читателей могут определяться очень по-разному. Мне хотелось бы, чтобы Харби кто-то узнавал, что тебя ведет, что ты знакомая в моей новелле. Вопросы? Вопросы, немножко вернусь к тому подобному. Вопросы, вот из мировой литературы, вот современную, а как вы оцениваете вас в такой талантливой литературе, и, в том числе, русской современной литературе? Вопросы, да? Продолжение следует... 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 И иногда в ливарях, не в книгах, но в ливарях, они организовывают... Так вот, где ты встречаешь твоих друзей. И я тоже встречаю их на улице. Потому что иногда они меня остановят на улице и говорят, «Эй, что ты имеешь в виду так?» «Почему в конце концов это так?» В России никто не останавливает? Ну вот, смотри. Ну, опять же. Всё впереди ещё. И у нас уже торопят, очень хотят взять автограф у вас. Поэтому завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете? Какие ваши дальнейшие творческие планы? respect and have this in the time it's a different kind of novel, but this will take some time to come out. In Russia there will be three other novels on the game, a new novel, and older novels И эти два выйти в феврале, в следующем году, и в летнем, и в октябре, и в октябре, и в октябре, и в октябре, и в октябре. Так что, люди здесь не должны ждать за новое. Что касается России, то в следующем году запланировано три перевода, так что вам нужно будет дать эту новую книгу. Одна выйдет в феврале, другая летом, и третья очередь. Потому что я могу жить хорошо, потому что я думаю, что это единственное, что я не знал, что я не знал, что я не знал. У меня есть другие работы, но в последние четыре года я писал, и я путешествовал, от Москвы, и в октябре. Не всегда путешествовал, но мне нравится. Да, в последние четыре года. Да, ну действительно, такой очень плодотворный автор, и сейчас много переводок приходит, потому что раньше у него были какие-то параллельные работы, а теперь я вообще неудобно с книгами. И в последние четыре года я только путешествую, и тут путешествую, предоставляю с книгами. Музыка. Продолжение следует... 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 Это очень хорошо. Спасибо.